Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо слышно. Сегодня у нас урок из машины. Сидя дома, находясь в дороге, ложась и вставая, мы все равно будем учить Тору, потому что это самое важное. Учить Тору это самая важная часть связи со Всевышним. Значит, мы приближаемся, прям последние денечки у нас остались, последние денечки мы приближаемся к Рошашана. Значит, осталось нам буквально в суббот, сегодня, потом наступает суббота, потом воскресенье, это канун Рошашана, и вечером наступает самый важный день в году для каждого из нас и для всего мира. Можете себе представить самый важный, важнейший день в году для всего-всего мира здания. И мы видим, как вот реально это, это прям первый раз за мою жизнь я реально понимаю, что такое День Суда, и как Всевышний судит весь мир, и как решается судьба мира. И в этот раз это абсолютно не метафора, я прям это вижу, чувствую, те процессы, которые сейчас происходят, и насколько все, вот 50 на 50, да, есть такое понятие, значит, по-моему, даже Рамбам это говорил, что каждый должен себя рассматривать, как от него зависит судьба мира. То есть от каждого изначально зависит судьба мира. То есть мы видим, что 50 на 50, что мир может как качнуться в сторону вообще Третьей мировой войны, в ядерной войне и так далее. Также мир может откатиться к миру, как было, был мир, было совсем недавно. Я каждую руку говорил спасибо Всевышнему, что мы живем в самое счастливое время за всю историю человечества. Нет войн. Я это прям говорил, говорил, говорил годы. Последние годы я говорил, пока не началась эта война. И я прямо, ну, просто обидно. То есть что, тяжело было еще лет 50 без войн? Вообще лучше 500. Ну, в общем, с Божьей помощью мы молимся. А Всевышнему виднее. Всевышний, он управляет миром уже от момента его сотворения. Всевышний мир сотворил, Всевышний им управляет. Мы, мир каким-то образом до нас досуществовал. Мы же его не поддерживали, правильно, своими уроками. То есть до последнего момента. Во икра, может, 4-5 лет мы проводим уроки. А до этого мир тоже же существовал. Значит, Всевышний как-то знает, что делать без нашего совета. Вот. Это тоже надо понять и принять. Это работа в рожь и шина. Это, что Всевышний царь, царь, то есть он единоличный владелец и единоличный хозяин мироздания. И когда мы это осознаем, то это как раз работа в рожь и шинах. Увеличить деятельность своей икры в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн школу. У нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу, видите, ссылочка. Стань частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием. Мы хотим заниматься образованием. Мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно. Чтобы все было понятно. То есть мы свет и радость приносим людям. Это наш принцип, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, welcome. Входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Все. Сегодня, значит, у нас в книге о Йом-Йом рассказывалось о том, что сущность, да, сущность еврейского народа в том, чтобы отемницовим, о Йом-Кулхем, вы стоите все сегодня, быть вот этим вот народом священников, который переносит материальную природу мира, переводит ее в духовную. То есть нести вот это вот осознание, понимание, что Бог творец, создатель, это была обязанность, функция, задание еврейского народа, была, есть и будет. Значит, Всевышний так заключил союз с еврейским народом, что еврейский народ свидетели и рабы, и сыновья, и священники. То есть работать священниками, да, вот. Поэтому, конечно, было бы отлично, если бы Карла Маркс, вместо того, чтобы глупости писать свои, да, он бы написал бы, проводил бы уроки Тора. Это было бы, конечно, намного лучше для мира, чем то, что он сделал. И Фрейд тоже, чем выдумывать, выдумывать свои вот эти вот объяснения. Знаете как, действительно, Фрейд уже застал, уже застал мир очень исковерканный, да. То есть первый, кто мир начал портить, это был Адам Решон, первый человек. Бог создал идеальный мир. Бог создал совершенно идеальную ситуацию в мире для человека и сказал, бери, наслаждайся, живи, весь мир твой, все, но только, только одну вещь, не ешь от плода дерево познания добра и зла, не ешь, все. Вот я тебе сказал, вот вся Тора у первого человека была простая. Бог сказал ему, это добро, это зло. А что такое добро, спросил первый человек. Бог сказал, добро, это слушаться Бога. Добро, добро, это то, что я создал, я сделал, это добро. И поэтому, если ты не, вот весь, все твое, кроме, кроме того, что я тебе сказал, не есть от этого дерева. Понятно? Есть от этого дерева, это зло, это смерть. То есть ты, если сделаешь зло по моей системе координат, то ты станешь смертен, ты умрешь. Понятно? Понятно. Все, все понятно. И с тех пор люди поколение за поколением не слушаются Всевышнего и делают зло. То есть все зло в мире это то, что делают люди. А Бог, он по условиям игры, которую он включил, он дает человеку реакцию на это зло в виде каких-то неприятностей. И понимание, что, чтобы этих неприятностей не было, надо делать добро. Все. А дальше уже, опять же, свобода выбора. Как написано как раз в нашей недельной главе, не цавим. Понятно. Теперь, значит, книга «Небеса на земле» продолжает нам историю, продолжает нам тему, что небеса на земле можно создать только если ты сумел создать отношения хорошие в семье. То есть у человека так мы устроены, что наша жизнь с детства зависит от взаимоотношений с родителями. Дальше наша жизнь чуть позже зависит от взаимоотношений с другими людьми. Чуть позже человек жить дальше, и его жизнь зависит от его взаимоотношений с его женой и детьми и обществом. То есть человек зависим от того, как он строит свои взаимоотношения с окружающим миром. И книга «Обретение неба на земле» говорит, что это самое сложное, самое тонкое, самое тяжелое и такая важная работа в мире – это построить то, что называется шломбайт – отношения с женой. И по тому, насколько ты можешь это сделать, в принципе, видно сущность человека, его место в этом мире. Опять же, еще раз повторю, что это очень-очень сложная тема, с одной стороны. С другой стороны, она очень понятная, потому что взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это суть продолжения мира. То есть без этого нет продолжения мира. Без взаимоотношений между мужчиной и женщиной нет нормальной семьи, нет, то есть мир исчезает. Как только рушится семья, мир исчезает, его нет. Поэтому это то пространство, то поле, в котором человек проверяется наиболее явно его сущность, его качество, его доброта, его эго. Ну, то есть все это прямо, оно просто реально проверяется, да. И тут интересно, вот сегодня в этой книге о нем-нем написано так, что когда человек выходит в мир, в нем борются две силы. В нем борются две силы. Первая сила – это желание брать. То есть человек, он хочет получать от мира удовольствие. Человек хочет получать от мира все бонусы, которые только в мире есть, человек хочет получать. Он смотрит на другого человека и думает, хотел бы я получить, почему у него есть, а у меня нет, да. Я хочу, дайте мне, дайте мне, дайте мне. Этот подход, он приносит человеку несчастье, горе, приносит человеку разочарование и ощущение недостаточности. То есть подход, дайте мне, я хочу получить, он гарантированно ведет человеку к недополучению, к конфликтам и даже к воинам, да. То есть мы видим суть этой войны, что кто-то пытается навязать другой стране, другой стране, пытается навязать свою волю, пытается заставить другую страну подчиниться своей воле, забрать, да. То есть теперь, говорит книга «Небо на земле», в семье то же самое. Если ты заходишь в семью с желанием взять, с желанием получить, с желанием получить для себя, то это гарантия проблем, гарантия проблем. Но если ты входишь в семью, в отношения с желанием дать, помочь, сделать добро, сделать человека счастливым, принести добро и счастье окружающим людям, да, то тогда это путь действительно к счастью, это путь к счастью. Вот такая вот сегодня была совет в книге, в книге, значит, небеса на земле. Дальше мы переходим в глава Ницавим, да, недельная наша глава. И в главе Ницавим в сегодняшнем отрывке, мы вчера его затронули, можем сегодня еще глубже на нем остановиться. Говорится о том, что заповедь изучения Тора, она недалека от тебя, она недалека от тебя, она не на небе, она не там в горах где-то, да, не в море. Это очень интересно, значит, у меня есть прибор, который меряет уровень стресса, да, вот на руке висит часы такие, они меряют уровень стресса. И когда я смотрю новости, когда я там в интернете, то они показывают высоте уровень стресса. Когда я учу Тору, они показывают отсутствие стресса вообще. То есть, если перед сном учить Тору и засыпать со словами Торы в голове, в сердце, да, сердце это она, из-за темы мудрецов это голова, мышление. И если в сердце, наполнит сердце своими словами Торы, словами пророков, псалмами, то, то прямо уровень стресса, он исчезает, он не просто падает, он исчезает в ноль. Если наполнить свою голову вот тем, что сделали люди, да, а что сделали люди? СМИ, они описывают худшие проявления того, что сделали люди. То есть, СМИ, они, во-первых, они искажают реальность средства массовой информации. Во-вторых, они берут самую страшную, ужасную реальность и тиражируют ее, чтобы этот ужас увидело как можно больше людей. Это главная забота СМИ. Теперь весь этот ужас, входя в сердце человека и в его мышление, он, естественно, вызывает у людей стресс. Стресс вызывает болезни. Болезни, ну, понятное дело, настроение не улучшают. Поэтому, поэтому, конечно, Машер Абейну после 40 лет изучения Торы в пустыне, он говорит еврейскому народу, никогда нельзя сказать, что я уже все знаю. Здесь важен сам процесс обучения. Где ты? Где находишься ты? Ты находишься в... Где находится твое внимание? Где находится твое сознание? Где находится твое намерение? То есть это очень важные вопросы, потому что эти все вопросы, они даны на свободу выбора человека. У человека есть свобода выбора. Куда направить свое внимание? У человека есть свобода выбора. куда направить свое сознание, свое время, чем заполнять свою голову. И при заполнении головы Торой в этот момент ты соединяешься со Всевышним, ты переходишь в пространство любви, благополучия, и все будет хорошо. Еще вчера мне запомнилась одна очень интересная метафора, которая просто очень-очень интересна. Смотрите, человек, который не учит Тору, он идет по жизни как слепой, который идет ночью по берегу реки. Есть такая метафора. Почему слепой? Почему ночью? Почему по берегу реки? Слепой он не видит, он не знает. Человек, который не знает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, чего Бог от него хочет, он похож на слепого, он реально слепой. Почему он идет ночью? Потому что человек, который не учит Тору и не понимает, где находится реальное добро и реальное зло, он находится тогда под влиянием таких же слепых. И получается, что он идет как будто бы ночью, ему никто не может помочь. Никто ему не может помочь, потому что если он сам слепой, то те люди, которым предлагают реальную помощь, изучение Тору, соблюдение заповедей, он их не слышит. А он слышит тех же, таких же слепых, как и он. И значит, он идет как будто бы ночью, ему никто не может оказать помощь. Почему он идет по берегу реки? Потому что это опасно. То есть, то место, которое наполнено слепыми, которые идут по берегу реки, значит, когда слепые ночью, они собираются вместе, то это опасно. Теперь, значит, и поэтому они идут по берегу реки, могут упасть в реку. Теперь, дальше идет в притчах царя Соломона, есть такой очень интересный отрывок. Он говорит так. Тинер Митсва, заповедь, это как свеча. Любая заповедь, которую ты делаешь, она становится как свеча, которая дает свет твоей душе. Но она дает свет, пока ты делаешь эту заповедь. То есть, в момент выполнения заповеди Всевышнего, ты соединяешься со Всевышним. Но это происходит в моменте, да? Потом ты перестаешь делать заповедь, и ты опять погружаешься в тьму. Ветора ор. Тора это свет. Тора это свет. И когда ты изучаешь Тору, то ты уже зажигаешь этот свет, он уже не гаснет. Если ты знаешь, что такое добро, что такое зло, что такое заповедь, когда ты узнал из Торы, то это уже свет, который идет сверху от Всевышнего, он не гаснет. Заповедь делаешь ты. В момент выполнения заповеди ты зажигаешь свечу. Тора это свет. Тора это свет, который светит. И дальше там идет продолжение. Дерах Ахаим, путь жизни. Тохахот Мусар. Это наставление, моральные наставления, моральная дисциплина. Значит, это должно прийти извне. То есть человек не видит в своем глазу соринку. В чужом, нет, в своем глазу не видит бревно. В чужом замечает соринку. Получается, что для того, чтобы идти не по берегу реки в опасном месте, а идти по жизни, нужно обязательно, чтобы был кто-то со стороны. Кто-то Талмит Хахам, мудрец Торы, раввин, который знает Тору, который будет тебе давать извне, тохахот Мусар, моральные наставления, которые извне он видит же в твоем глазу даже соринку. И он, так как он мудрец Торы, он может тебе давать вот эти вот наставления, моральные наставления, моральное увещевание и так далее, которые тебе помогут. И тогда опасный берег реки превращается в путь жизни. Дер-Хахаим, путь к вечной жизни, путь жизни здесь. Слава Богу, что мы достоились в этом году учить Тору, что мы весь год, начиная с прошлого Рошашина, мы изучали как раз, мы изучали хитос, это хумаш. Вообще там хумаш Тейлим Тания, нужно было изучать хумаш, псалмы и книгу Тания. Но мы изучали только пятикнижие немного, да? И мы изучали книгу Айом-Йом, которая печатается в начале хитос, и книга Небеса на земле, которая тоже печатается в начале хитос. Я сейчас думаю, вот что изучать в следующем году. Наверное, мы продолжим изучать в любом случае пятикнижие хумаш с какими-то комментариями Раши, может быть, Малбин, будем смотреть, да? Будем продолжать изучать хумаш на этих уроках. И, возможно, мы будем добавлять чуть-чуть из какой-то книги, подумаем, какую книгу мы будем дополнительно изучать, потому что Айом-Йом мы уже почти закончили. В общем, посмотрим. Но будем продолжать изучать хумаш, будем продолжать изучать Тору, Безратошем, Блинедер. И Всевышний, заслугу нашего намерения изучать его волю, его желание зажигать свет, он нам даст хороший-хороший год, чтобы этот год, есть надежда, раз мы в Айкра, мы проводим много уроков Тора, есть надежда, что свет, многие люди увидят свет, Божественный свет, начнут выполнять заповеди и будут идти по пути жизни. Все, весь мир будет идти по пути жизни. Желаю всем шаббат шалом. Желаю всем шаббат шалом, чтобы был хороший шаббат, чтобы был у всех хороший год. Ктивава, Хатима Тува, чтобы была записана все в книге жизни, запечатана хорошими печатями, чтобы Всевышний увидел, услышал ваши хорошие намерения, год посвятить время изучению Тора, увеличению святости в своей жизни и в мире. И дал заслугу этого нам всем хороший год, много ресурсов, много действительно сил для того, чтобы сделать год более хорошим. Все, всем шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова